В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. Температура ночи 15-20, в горах до плюс 14, а днём 25-30 градусов тепла и местами до плюс 23. В южной части высокая пожароопасность. В черкеске ночи без существенных осадков, днём кратковременные дождь и гроза, ветер восточный с переходом днём на западные 6-11 метров в секунду. Температура ночи 17-19, а днём 27-29 градусов тепла. В Карачаево-Черкесии много замечательных уголков, которые славятся своими достижениями. И сегодня наш корреспондент Альбина Ламкова отправилась в Усть-Джигуту. Усть-Джигута расположен на правом берегу реки Кубань, 8 километров к югу от Черкеска. Здесь берёт начало Большой Ставропольский канал. Также к городу относится высотный микрорайон Московский. Он был построен вместе с тепличным кабинетом Южный в 1979 году. В 1861 году в устье реки Джигута при впадении в Кубань казаками-переселенцами образовалась станица Усть-Джигутинская. А в 1975 году она стала городом. Численность населения, согласно последней переписи, составляет около 32 тысяч человек. В нём проживают представители более 40 народов России. Здесь рядом в мире дружбе живут русские, карачаевцы, абазины, черкесы, татары, армяне и другие. Дети обучаются в семи общеобразовательных школах. Действуют в школах дополнительного образования. В центре расположен благоустроенный парк для отдыха жителей и гостей у Джигуты. Недалеко друг от друга расположены здания администрации района, города и МВД. В Усть-Джигуте бережно чтят память о погибших в годы Великой Отечественной. Дополнен мемориальный комплекс с памятными досками из чёрного мрамора с именами погибших на фронте защитников родины Усть-Джигутинского района. Впереди от него можно полюбоваться Михаила Архангельским храмом. Он является настоящей жемчужиной Карачаева-Черкесии. Станичная церковь смогла пережить все войны и революции и сохраниться до настоящего времени. Одной из главных достопримечательностей Усть-Джигуты является новая соборная мечеть. Она расположена вдоль федеральной трассы. И благодаря яркому архитектурному решению хорошо заметна как для жителей, так и для гостей города. Главный минорет возвышается над землей на 41 метр. Через дорогу в 15 минутах от мечети расположена Усть-Джигутинская центральная районная больница. Она основана в 1943 году. Учреждение имеет в своем составе многопрофильный стационар и амбулаторно-поликлиническую службу. В Усть-Джигутинской районной больнице есть особое отделение, где каждый день происходит таинство природы. Здесь каждый день бывают дни рождения. Простой и трудный женский подвиг. В этом отделении был рожден известный артист Дима Билан. Ни врачи роддома, ни сами родители даже не подозревали, что на свет появилась новая звезда. Ну а самое главное, чтобы все рожденные в нем малыши в будущем были хорошими людьми. Я живу в этом городе 25 лет. Усть-Джигута. Вообще даже рассказывать не могу. Такие люди живут. Хорошие. В центре у нас парк красивый. Вообще красота. Люди отдыхают. Как и любой другой населенный пункт, Усть-Джигута развивается и благоустраивается. Но по-прежнему главным богатством и гордостью города остаются его жители. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район.